Данный турнир проводится в нашем городе уже более 10 лет, но только 5 лет назад он стал проходить на призы заслуженного мастера спорта по фехтованию Юлии Хакимовой и уже второй год в ранге всероссийского. Это замечательный вид спорта и я бы хотел сказать, что это очень один из интереснейших видов единоборств. И вот хотел бы добавить, что из фехтовальщиков, или будучи большим мастером фехтования, Марифио Исиба создал такое направление единоборств, как Экидор. Поэтому успехов вам! Вы занимаетесь очень интересным видом спорта на самом деле в городе. Дай вам Бог, чтобы все-все вы удались, все вы совершенствовались, пусть у вас все будет хорошо. В этом году в турнире приняло участие более 130 юных спортсменов из Полевского, Екатеринбурга, Арамиля, Горного щита, Уфы и Сургута. Было неожиданно, что приехало очень много народу. Необычно много, то есть мы столько не принимали. Но в принципе и тренера, и дети были собраны, все вовремя заявки поданы, поэтому больших каких-то проблем не было. Вот эти турниры, чем они хороши? Чтобы удержать детей просто в спорте. Оторвать их от телевизора, от ноутбука, от наркомании. Вот этим тоже надо. Потому что дети много, они с удовольствием занимаются, дети есть дети. Когда старшие турниры, там количество, а тут целая армия детей. И вот это является прелестью. Поэтому с удовольствием люди приезжают сюда. И надо поблагодарить организаторов, честно говоря. Это огромный труд. Вообще соревнования все. Соревнования проводились по двум возрастным группам среди мальчиков и девочек. 1999-2000 годов рождения, 2001 года рождения и младше. Помимо Екатеринбуржцев, специалисты относили к фаворитам представителей Уфы. Уфы очень сильная школа, там очень много тренеров. Поэтому в принципе я думаю, что больше всего медали отсюда везет Уфа. В итоге полевчане выступили на турнире довольно неплохо. Среди младших девочек Александра Филинкова стала третьей. А среди старших мальчиков Максим Овчинников завоевал серебро. Он все силы оставил в предварительных поединках и потерпел досадное поражение в финале, уступив сопернику со счетом 14-15, проиграв в своей атаке последний укол. Зато в командных соревнованиях старшие мальчики в составе Максима Овчинникова, Ивана Логвинова и Андрея Юрова заняли первое место. Таким образом, один из четырех командных кубков остался в Полевском. Организаторы благодарят совет по работе с молодежью Северского трубного завода за предоставленные призы и грамоты. Я не знаю, как другие виды, но мне кажется, это светлое пятно города Полевского. Но Юлька Хакимова сама за себя говорит. Это действительно выдающаяся личность. Поэтому этот турнир, который он дает очень мощный всплеск для детей. И не надо агитировать, просто надо посещать эти соревнования. Я могу только сказать, что должны все-таки местные власти, это мое мнение, как старшего тренера, немножко больше уделить внимания, потому что это все российские турниры, он уже сидит в календаре. Можно пригласить, сделать до международного турнира. Поэтому к нему немножко должен такой, знаете, чуть-чуть почетнее привести. Продолжение следует...